Всем привет! Деваха сходила на свидание с Тиндера и теперь жалуется, какой мужчина плохой. На просторах ТикТока я увидела, как одна девушка рассказывает про свои стрёмные свидания с Тиндера, и я решила поделиться одним своим таким. В принципе, их было немного, но я подумала, что может кому-то будет интересно, или какие-то девушки вынесут определённый урок из данного видео. Общались мы с одним парнем где-то полдня. Время близилось к 10-11 часам вечера, он меня позвал в кальяную. В принципе, я побаиваюсь выходить с парнями поздно вечером куда-либо, ну, с незнакомыми, но я подумала, так как кальяное людное место, то можно сходить, почему бы и нет. Я начала у него выведывать название этой кальяной. Он сначала морозился, говорил, что она находится возле его дома, там он сам на меня доведёт. Я говорю, скажи мне точное название, ладно, он сказал. Я вдвойне себе посмотрела, где это находится. Дальше он мне говорит, я вызову тебе такси, я говорю, хорошо, сажусь я в это такси, еду. Я смотрю под Вагису, мы ехали в то место, где находится кальяная, но в итоге завернули чуть раньше. И такси останавливается около какого-то здания. Я звоню этому парню, я говорю, ты где? Почему меня довезли не до кальяной? Он говорит, сейчас я выйду. Выходит из какого-то здания и говорит мне, идём, заходи сюда. Я говорю, кальяная же находится в другой стороне. Я говорю, ты же мне говорил про другую. Он говорит, идём, заходи сюда. Тут, говорит, кальяная. А знаете, здание такое, что непонятно, что там внутри. Как я выяснила потом, это, видимо, дом какого-то нового типа, нового образца. Не знаю, как правильно говорится. То есть не было понятно, там внутри квартиры, офисы или что. Ладно, мы туда заходим. На первом этаже вообще ничего нет. Ни квартир, ни каких-то кабинетов. Вообще ничего. Просто вообще. Я ему говорю, где кальяная, что ты придумал? Он говорит, идём, говорит, на второй этаж. Идём, идём. Говорит, кальяная там. Я говорю, хорошо. Поднимаемся мы туда. Я уже вижу то, что там уже начинаются квартиры. Я говорю, что ты придумал? Куда мы идём? Что за прикол? Он говорит, всё нормально, идём. Тут кальяная, тут кальяная. И знаете, с таким уверенным видом мне это говорит, прям смотря в глаза. Я уже не уверена. Шагом такая за ним плетут немножко. И он открывает дверь в квартиру. Говорит, идём, заходи. Я вижу, что, блин, это квартира, всё. Я говорю, что такое? А ты чего ожидала? Я говорю, ты говорила, что мы пойдём к кальяной. Он говорит, ну, какая разница, тут покурим кальяной. Я говорю, фишка в том, что ты меня обманул. Ты мне сказал, что мы идём в кальяную. И, говорю, так просто поступил. Он мне отвечает, а что в этом такого? Мы же тут покурим кальян. Тут намного спокойнее. Тут намного лучше. И просто, знаете, мне было страшно, как бы он меня не запихнул в эту квартиру. Потому что соседей вокруг никого нет. Он гораздо крупнее меня. И мне было страшно. Но в итоге я смогла быстренько убежать. Считаю, что в этой ситуации они оба неправы. Потому что он повёл себя неправильно. Нельзя просто человека обманывать. И он искал определённого именно от женщины, вы сами знаете чего. И она пошла с ним, к чужому человеку, с чужим человеком. Хотя она знала, что её интуиция подсказывала. Не надо, не надо. Но она пошла. Я бы просто сказала, слушай, да-да, нет-нет, всё. Как бы не устраивает, ну, там, поход в кальян или прогулка по парку. Я не пойду с тобой в незнакомое место. Ну, считаешь ты мне ненормальной, дурочкой или ещё кем-то. Это твоё право. Ну, я не пойду с тобой в незнакомое место. Всё, адьёс. Но, видите, вот, оказывается, ещё и для неё он виноват. Вместе, дураки.